Большие вести продолжает вести Ульяновск. В студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. 60 лет городу строителей, но Ульяновск отметил юбилей с места событий Ирины Силкины. Дневник первого фестиваля игр неолимпийского спорта. Игорь Кранцев с последними вестями. Все самое лучшее для туристов. Песенная поляна в Ломах собрала более 7 тысяч зрителей и участников. На Ульяновске прошли торжества, посвященные Дню города и Дню строителя. В честь 60-летнего юбилея на Ульяновска на площади перед администрацией установили детские качели и аттракционы, а местные жители развернули ярмарку изделий собственного производства. На главной площади города собрались представители ведущих трудовых коллективов самого молодого города области. После исполнения государственного гимна России к на Ульяновцам обратился Сергей Морозов. Каждый год мы планируем возводить по одному, двум крупным многоквартирным домам, для того, чтобы как можно быстрее завершить программу переселения граждан из ветхого аварийного жилья. В этом году наконец-то начинается капитальный ремонт центральной городской больницы. С этого года начинается реализация уникального проекта по реконструкции и по созданию нового городского парка для семейного отдыха в городе Ново-Ульяновске. Также уже решен вопрос строительства новых очистных сооружений для того, чтобы сделать комфортную жизнь вашу и защитить нашу реку Волгу. Центральным событием стала церемония награждения нового ульяновцев почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Ульяновской области. Особенно отметили представители строительной сферы. По словам соответствующего министерства, регион традиционно на протяжении последних трех лет демонстрирует большой объем ввода жилья. Также в этой сфере существует большое количество федеральных и региональных программ помощи по приобретению заветных квадратных метров. Губернаторская ипотека, переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот и молодых семей. В этом году в рамках поддержки и стимулирования спроса на жилье из различных уровней бюджета направляется порядка двух миллиардов рублей. Пьяная и без прав. Девушку на ладе догоняли три экипажа ГИБДД около двух часов ночи. Автоледи нарушила сразу несколько правил движения по улице Октябрьской. Кадры ее поездки попали в объектив видеорегистратора дорожных инспекторов. Останавливайся, не дурю, говорю! Останавливайся, стреляй, буду снять! Все предупреждения полицейских автолюбительница игнорировала и лишь прибавляла скорость. На дороге она лихо объезжала как попутные, так и патрульные машины. Вот на кадрах видно уже на улице Минаева. Нарушитель разворачивается в обратном направлении, вылетает на полосу встречного движения. На мосту через Свиягу сразу три полицейских экипажа блокируют 14-ю. Однако такой финиш, как видно по съемке, нетрезвую автоледи совсем не расстроил. За рулем находилась девушка, 27 лет, которая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. На водитель собран материал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня днем на участке трассы Саранск-Ульяновск погибли три человека. Мужчины ехали на BMW X5. Видимо, скорость автомобиля была приличной, так как при опрокидывании машину смяло. Шансов выжить не было. По предварительной версии, водитель не справился с управлением кроссовера и слетел в кювет. В минувшие выходные стоялся 15-й открытый межрегиональный фестиваль авторской песни «Ламы-2017». Он собрал участников из 10 субъектов России. Напомню, фестиваль «Ламы» проводится на территории Ульяновской области с 2002 года, а первый фестиваль, положивший традиции «Ламов», состоялся еще в июне 1984 года и был посвящен памяти президента Ульяновского городского клуба авторской песни Евгения Сигалаева. Ансамбль «Витаминки» – самые юные гости «Ламов-2017». Вообще, в этом году фестиваль получился семейно направленным, уютным и позитивным. На концерте было очень уютно и здесь, и на той сцене тоже. В принципе, организация хорошая. Даже вот и засыпать было очень романтично под музыку. Музыка, в принципе, была на той сцене до пяти утра. Мы хотели так называть, но нужно было детей укладывать спать. Мы вообще с Мурманска, а здесь у родителей отдыхаем. И узнали про фестиваль, поэтому приехали посмотреть. Нам нравится музыка оригинальная. Очень много детей выступает. Три дня на поляне у села Ламы по традиции звучали песни бардов, приехавших на фестиваль с разных уголков России. Из Ульяновской, Самарской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова и других. В этом году все способствует проведению фестиваля. И погода, и зрительские настрои. Атмосфера потрясающая. У нас на поляне порядка 7 тысяч участников. Фестиваль по-домашнему. Такое неофициальное название приобрел проект в 2013 году. Закамерность, вдумчивость, семейность. В подтверждении чего здесь традиционно проводится концерт семейных творческих коллективов. На фестиваль мы уже третий год приезжаем. И этот фестиваль для нас, например, стал, наверное, самым активным и торжественным. Во-первых, потому что очень тепло принимает публика. И мы много где поиграли. И разного, и грустного, и веселого. И все было принято хорошо. Это вот спасибо Ульяновской земле. Особенностью фестиваля стала его образовательная часть. Это ряд мастер-классов по исполнительскому мастерству, работе с микрофонами, игре на гитаре и написанию стихов и песен от признанных мастеров жанра авторская песня. Также концертная программа этого года частично была посвящена памяти директора и бессменного коменданта фестиваля Олега Дмитриева. В Ульяновске продолжается первый фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта стран СНГ. Соревнования выходят на финишную прямую. Подробнее обо всем готов рассказать наш корреспондент Игорь Кранцев, который работал на спортплощадках областного центра. Игорь, тебе слово. Здравствуйте, Владислав. Добрый вечер, уважаемые зрители. Действительно, программа фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта весьма насыщена, но обо всем по порядку. Полные трибуны, отличная шумовая поддержка. В таких условиях сегодня проходил матч хоккейного турнира. Фок-лидер. Встречались сборные Ульяновской области и молодежная национальная команда России. Наши против своих, как шутили те, кто пришел в Ледовый дворец в Заволжском районе. Перед отчетным поединком у той и у другой команды было в активе по две победы, а потому очная встреча многое решала в борьбе за золотые медали. Игра получилась напряженной, яркой, со множеством опасных моментов, красивых действий вратарей. Завершилась она в ничью 5-5. При этом в составе сборной России по два забитых мяча и по одной точной передаче в свой актив записали ульяновцы, игроки «Волги» Владислав Кузнецов и Александр Степанов. Ну а завтра в 17.30 повторный поединок этих же команд в рамках двухкругового турнира. В ходе этого матча, собственно, и решится судьба золотых медалей. У нас много молодых ребят, которым, если что, доказывать, тем более такой соперник, как сборная России. А по игре, ну, я думаю, такой напряженный матч все равно был. Тяжелый в плане физического. И соперник такой все-таки мастеровитый попался. Не менее ярко было и на стадионе Симбирск в северной части Ульяновска. Там проходили соревнования лучников. Причем это была стрельба не из спортивного лука, как на Олимпийских играх, а из лука традиционного. Это оружие напоминает то, что использовали наши далекие предки. Ну и под стать оружию выглядели и сами участники соревнований. Они были одеты в традиционные костюмы народов Севера, народов Средней Азии, древних славян. Ну, собственно, это, говоря, такая вот изюминка. Этих соревнований. Ну, а вот что говорили сами участники о турнире, на котором им приходилось стрелять не только по мишеням, но и по фигурам оленей. Что придавало, конечно же, этим соревнованиям дополнительный колорит. Традиционный лук, мне кажется, намного сложнее и интереснее в этом плане, чем спортивные луки. Но вообще для меня это занятие для души. У меня вообще какие-то странные увлечения всю жизнь были. Я занималась сначала верховой ездой, потом историческим фехтованием, А потом меня будущий муж привел к стрелять из лука. Сам потом слинял, а я осталась. Городочный спорт, как многие говорят, ушел в небытие. Однако в городе молодечно, что в Минской области, в Беларуси считают иначе. Команда оттуда достаточно успешно выступала на соревнованиях в Ульяновске. По крайней мере, спортсмены из Беларуси легко, чаще всего с первой попытки, выбивали и простые, и самые сложные фигуры. Моя-то любимая фигура – пушка. Как бы так, самая первая. Ну а одна из сложных – это, как всегда, письмо, последняя фигура, заключительная. Как и выбивать всю сложную, так и морально ее сложно убить. Ну и завтра, во вторник, соревнования в рамках фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта продолжатся. Помимо уже упомянутого хоккейного турнира, завтра зрители ждут соревнования по шашкам, по лапте, а также по перетягиванию каната. Любители шашек соберутся в спорткомплексе «Торпеда», Ну а представители более подвижных видов спорта соберутся в северной части Ульяновска на стадионе «Симбирск». Коллеги? Спасибо, Игорь. Ждем именно от вас новых вестей. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Температура воздуха ночью по области от 8 до 13 градусов. В Ульяновске от 9 до 11. Завтра днем по области 23-28, в Ульяновске 24-26 градусов.